Продолжаем знакомство с интереснейшей историей двух братьев в игре Life is Strange 2. Вы на канале 100% прохождений, друзья, на VirtuaZilla Game World, и мы стоим на пороге дома Клэр. И можем позвонить в дверной звонок, давайте не будем медлить с этим и позвоним. Что вы думаете, мы уехали в отпуск? Или что-нибудь? Мы что-нибудь придумаем. Нам никто не открывает, хотя висит рождественский венок вот этот вот на двери, и это значит, что кто-то же его повесил, кто-то же украсил дом. Простите, но нам не нужны... Привет, Клэр. Шон? Шон? Батюшки. Это... Дэниэль? Что там такое? Я слышал... Гляди, кто нам пришел! После стольких лет... Какого черта? Как вы тут оказались? Стивен, не выражайся. Ну... Это долгая история. О, бедяшка. Ты знаешь, что он болеет, да? Да, но... Так, живо внутрь. Оба. Сейчас, наверное, за чашкой теплого чая. Парни смогут рассказать все. Посмотрите, как износилась куртка Шона за это время. Эй! Эй! Может, еще подгореть? Да не. Он и так очень вкусный. И теплый. Я дал Даниле лекарство от кашля. Ты не слишком хорошо о нем заботился. Для него все могло закончиться куда хуже. Вам повезло. Стивен? Можно я поговорить с тебя на минуточку? Так, пока они вышли, можно быстро осмотреть окно. Приятно побыть в настоящем доме. В кои-то веки. Я просто... Твою мать. Я так хочу есть, что аж живот сводит. Так, картина. Я... Помню эту штуку. Кажется, она была в гостиной раньше. Здесь так неловко находиться. И... Давайте посмотрим на бабушку и дедушку. Твою мать. Может, зря я привел нас сюда. Так, ну мы осмотрели все. Теперь, видимо, нужно просто подождать, пока они закончат разговор. Кстати... Есть у нас... Возможность почитать дневник. Позвонить в дверь сейчас выполнено. У нас появилась здесь бандана-грибочка. Братья прихватили ее с собой. И... Фляга. Так. Твою мать. Даниэль психанул. Жуть. Нужно научить его самоконтролю. И поскорее. Это было 2-го декабря. А 3-го. Обжигающий холод. Пришлось нести Даниэля... Что? 3... А, 3 с лишним километра. А то я думал, Даниэля 3-го. Даниэля 3. Странно. 3 с лишним километра. А никто не остановился, чтобы помочь нам. Да что с людьми вообще творится? Так, мы здесь и сейчас вот в дом Ренольдсов пришли. Пока здесь ноль каких-либо коллекционных предметов собрано. Тут что-то еще новое. Нужно увидеть, что... Ага, вторая фляга. Возможно, лучшая вещь, которую мы нашли в этом старом доме. Стивен. О, Господи. Милый, все хорошо? Ты хочешь еще чая? Спасибо. Мне хватит. Нуу? Шон, может расскажешь, нам позвонили с полицией пару недель назад. Вас искали по подозрению в убийстве. Если хочешь, чтобы мы вам помогли, скажи, это ты ранил того полицейского в Сиэтле? Серьезно? Не знаю. Это полная херня. Нет! Это херня, это полная. Я его и пальцем не трогал. Ладно, ладно, Шон, не кипятись. Мы просто спросили. Ведь знаем только то, что сказали в новостях. Я знаю одно. Он застрелил папу. И его больше нет. О, золото. Нам очень жаль, что твой папа погиб. Но... Зачем было убегать, если ты невиновен? Выбора не было. Я испугался, чтобы защитить Даниэля. У нас не было выбора. Купы обвинили бы во всем меня. Я в этом уверен. Но, Шон, теперь полицейские впрямо считают, что виноват ты. Полицейские нас бы обязательно разлучили. Может, навсегда. Даниэля отдали бы приемным родителям. Ты не знаешь этого наверняка, Шон. Ну... Хотя бы добрались сюда целыми и невредимыми. Мы рады, что вы живы-здоровы. Даже страшно представить, что могло бы с вами случиться. Тебе нужно думать о последствиях в долгосрочной перспективе. Я пытался... Я сужу... Но я не всесилен. И... Что ты будешь делать дальше? Давайте скажем, что поведем в Мексику. Мы отправимся в Мексику. Пуэртолобос. У папы там есть дом. Шон... Вы не можете прятаться от правосудия, как беглые преступники. Как ты собираешься заботиться о брате, скрываясь от полиции? Вы тоже останетесь жить у нас. О, Стивен... Может, нам стоит... Когда мама вас бросила, ваш отец запретил нам видеться с вами. Я его не виню. Но вы по-прежнему часть нашей семьи. И... Мы это вам докажем. Хорошо? Ну... Только поблагодарить остается. Серьезно? Это... Это очень здорово, Стивен. Спасибо. Ладно, но в нашем доме нужно соблюдать правила. Тем, кто шумит или мусорит... Вход воспрещен. Но главное правило, не привлекайте внимание. Биверкрик, городок маленький. Слухи разносятся быстро. Очень быстро. Нам можно остаться? Правда? Круто! О, Шон! Прикинь! Там наверху огромная модель железной дороги. Эй! Тебе нужно отдыхать, молодой человек. Да, это верно. Но ему уже явно лучше. В общем, вы с Даниэлем поживете у нас. Хотя бы пока Даниэль не поправится. А потом решим, что делать дальше. Вы небось проголодались? Сейчас что-нибудь приготовлю. Приятная пожилая чета... Принимает нас в своем доме. И это, конечно, вызывает улыбку. У Даниэля, как ты себя чувствуешь? Супер Волк. Намного лучше. Здесь тепло и уютно. И еда у вас. Хорошо. Ну как? Тебе лучше? Ты уютно устроился. Да. Кровать просто отличная. Спасибо, бабуля. Вот и хорошо. У тебя температура спала. Мне уже гораздо лучше. Но ты все равно отлежись хорошенько. Давайте вместе прочитаем молитву и воздадим благодарность. Вы зачем? Шон говорит, что рая не существует. Мальчики, это невежливо. Мы всегда читаем молитву на сон грядущий. Всегда. Прости, Клэр. Мы не хотели тебя обидеть. Мы просто... не ходили в церковь. А, ясно. Но я все равно помолюсь о своих внуков. Благодарю тебе, Господи, что привел Шона и Даниэля в наш дом целыми и невредимыми. Прошу. Дай нам силу, чтобы превозмочь былые тяготы и грядущие испытания. Так. Пора, баиньки. Отсыпайтесь. Отдых вам сейчас нужен. Только не буздите тут. Не волнуйся. Мы слишком устали. Спокойной ночи. О, и... Еще раз спасибо. Спокойной ночи, бабуля. Я так рад, что снова сплю на кровати. И в бассейне. И что есть душ. Это точно. И ты больше не воняешь. Да ну тебя. Мда. Эта тема с молитвой была... очень странной. Я очень надеюсь, что нам будет тут нормально. Думаю, да. И что гораздо важнее, ты сможешь выздороветь. Шон. Мы сейчас в комнате, где жила мама? Не, она жила в другой комнате. Насколько я помню. Хотя это давно уже было. А давай заглянем туда завтра. Может найдем ее старые вещи? Зачем тебе это? Я о ней совсем ничего не знаю. Дэниэль. Дэниэль. Я понимаю. Но надо сосредоточиться на том, где мы сейчас. И куда мы держим путь. Мама бросила нас. Она сделала свой выбор. Нам тоже пора сделать свой. И перестать оглядываться назад. Понимаешь, о чем я? Угу. Ясно. Ясно. Кстати. Ты отлично справляешься со своей. Ну... Ты понял. Мне интересно. Как это у тебя получается? Эм... Эм... Не знаю. Я собираюсь с мыслями. И все происходит само. Это больно? Чувствуешь себя сильнее? Слушай. А это больно? Нет. Ощущение, будто чешется что-то. И я очень устаю. Сочувствую. В общем... Не забывай правила, ладно? Иначе у Клэра или Стивена возникнут вопросы. Понял, понял. Не показывать и не болтать. Помни об этом. И все будет отлично. Спи крепко. Молчонок. Вот такой вот интересный и полностью выражающий законченную мысль эпизод. Я думаю, что, ребят, новый мы уже начнем со следующей части. И у нас проступается Шон, а Даниэля рядом нет. Где же он? Давайте будем выяснять это в следующей части. А в этой подшивке, друзья, я спешу показать вам кое-что еще, что обнаружил. Когда мы поставили готовиться еду, мы можем выйти наружу и порисовать. Сразу мы этого не сделали, но сделаем сейчас. И мы должны получить за это достижение в Стиме. Давайте посмотрим, как это будет. Так, ну что ж, начнем. Я смотрел достаточно. Пора рисовать сейчас. Первые наброски сделаны. Теперь захватим панораму леса. Круто. Я думаю, что я готов, чтобы рисовать это. Так, продолжим. Симпатично. Можно добавить больше деталей. Есть. Так. Понял. Ну же, подруга. Пошли домой. Так, мы выгуляли грибочка и нарисовали первый рисунок. Так. Посмотрим. Вот он. Вот он. Вот он в нашем дневнике. И можно подавать ужин. Ура. Ну да. Осень. Ура. Ура. Это. Продолжение следует...